Экипаж готов к полету Отправимся с этим экипажем, чтобы посмотреть с воздуха место испытаний, опытное поле А затем познакомимся с оборудованием площадок, на которых будут произведены атомные взрывы В след за самолетом-носителем взлетает истребитель сопровождения Самолет выходит на боевой курс Его можно узнать по следам прошлых испытаний Показала сцель Эполе, чтобы увидеть атомный взрыв вблизи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь посмотрим, как выглядел этот же взрыв на расстоянии 14 километров Перед нами прошла картина наземного взрыва атомного заряда малого калибра Особенности развития наземного взрыва хорошо видны на кадрах, заснятых специальными киноаппаратами Съемка произведена через темный фильтр Это позволяет видеть, как перемешивается с радиоактивным облаком поднятая взрывом пыль После взрыва радиоактивная пыль начинает оседать вниз Сильно заражая 500 метров от центра взрыва Уровень радиации здесь 25 рентгенов в час Овцы получили тяжелую контузию С помощью лабораторно-полевого Туман и снегопад В таких метеорологических условиях атомный взрыв имеет некоторые особенности Объекты, находившиеся на поверхности Земли Сорван с опор и отброшен железнодорожный мост, весящий около 200 тонн Поварена и разрушена крекинг-установка Несмотря на туман, воздействие светового излучения здесь было также весьма сильным К малету-носителю подвозят изделия Продолжение следует... Вслед за ним в воздух поднимается самолёт сопровождения. Истелие сброшено. Облако взрыва продолжает интенсивно подниматься вверх. Его бурая окраска вызвана присутствием окислов атмосферного азота, которые образовались под воздействием проникающей радиации и высоких температур. Белая пелена над облаком это результат конденсации атмосферных водяных паров. Субтитры создавал DimaTorzok Все воздушные взрывы были осуществлены на большой высоте, при которой пыль с поверхности земли не втягивается в облако и не смешивается с мельчайшими частицами. Проводили только при благоприятном направлении ветра, когда с увеличением высоты скорость его меняется медленно, а температура воздуха быстро падает. Этим исключалась возможность распространения слабых ударных волн на большое расстояние. Осуществление большого количества воздушных взрывов позволило проверить ряд новых конструкций ядерных зарядов, разработанных отечественными конструкторскими бюро. В самолете-носителе устанавливалось специальное оборудование. Перед выполнением задания экипаж самолета-носителя во главе с подполковником Путырчевым тщательно готовился к точному спросу атомной бомбы на цель. На специальном аэродроме окончательно снаряженная атомная бомба подвозится к самолету-бомбардировщику Ту-4. Производится подвеска бомбы. Экипаж самолета-носителя готов к вылету. Самолет-носитель атомной бомбы вылетает на выполнение боевого задания. До сброса атомной бомбы осталось около часа. Самолет-носитель атомной бомбы на высоте 8 тысяч метров приближается к цели. Атомная бомба сброшена! Полет бомбы продолжался свыше 40 секунд. В нем сейчас появится цель. Так ее видел экипаж самолета. Взрыв! Он снят с высоты 8 тысяч метров камерой, установленной на самолете-носителе. Взрыв произошел на заданной высоте 350 метров от поверхности земли с отклонением от цели на 280 метров. А теперь посмотрим взрыв атомной бомбы с земли с расстояния 7 с половиной тысяч метров. Ослепительная вспышка взрыва, несмотря на ясный солнечный день, наблюдалась на расстоянии свыше 100 километров. Внимание! Идет ударная волна! Звук взрыва, который вы слышите, записан магнитофоном на командном пункте руководства учением с расстояния 11 километров. Через 8 минут радиоактивное облако достигло высоты 13 тысяч метров, имея по горизонту диаметр 6 тысяч метров. С сильным ветром облако относилось в северо-восточном направлении со скоростью до 90 километров в час. Посмотрим, что же произошло в районе атомного взрыва. В 947 часов была похоронена монополия Соединенных Штатов Америки на атомное оружие. Первое испытание было на башне, а через некоторое время уже перешли к испытанию зарядов размещением синтеза легких ядер. И вот первый такой взрыв был осуществлен тоже на башне в 1953 году с мощностью уже порядка 300 килотонн. А в 1955 году удалось создать уже еще новую конструкцию, которая обеспечила мощность более полутора тысяч килотонн. Такую мощность нельзя было, конечно, создавать на башне, потому что это бы вызвало колоссальное радиоактивное загрязнение. И это уже было обеспечено при сбрасывании бомбы. Обеспечение безопасности.